Привет! 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 Сегодня у нас в гостях ученики начальной школы лингвистической гимназии номер 3. Поехали! Школа это самое основное, что есть в вашей жизни. Здесь вы учитесь, заводите от первых друзей, можете получить команду. Здесь вы совершаете свои первые поступки и учитесь всему. И самое главное самообразование, потому что надо относиться ко всему, что дома ты занимаешься, а на все разные секции, тренировки ты идешь как будто бы экзамен, где ты чему-то новому учишься, чтобы сам это повторять постоянно. Дома в основном все происходит. Российское движение школьников. Благодаря Российскому движению школьников, спасибо этой великой организации, я был на открытом уроке с Владимиром Владимировичем Путиным, а Россия от факторов прошлого к сценариям будущего. Можно бесплатно побывать в таких детских центрах, лучших в России. В ДЦ «Океан» в городе Владивосток, Приморский край. Это был мой первый центр детский, где я побывал 10 лет, и где я задала вопрос Владимиру Путину. В этот МДЦ «Артек» международный детский центр, который легендарный, там я тоже побывал абсолютно бесплатно за свои успехи, благодаря Российскому движению школьников. В ДЦ «Смена» вообще побеждаю я очень редко, это вот только одни мои победы. У меня в основном только сертификат за участие. Вот надо много участвовать, чтобы вот не расстраиваться проигрышем, относиться к ним, как будто бы это обыденное дело, а победам, чтобы надо радоваться. Надо очень сильно радоваться. Мне сказали, что я смогу в качестве военного корреспондента побывать на финале военно-спортивной и патриотической игры «Победа». Тут находятся команды с разных регионов, со всех регионов России, и также с Донецкой и Луганской народных республик. Я там был, это была Таманская дивизия, Московская область, в ближайший населенный пункт Алабина. Лучшие юнормейцы со своих регионов сражались там. Они кидали гранаты, метали ножи, саперные лопатки, холодали в грязи, когда я там еще, я был комментатором финальной эстафеты. Вообще, это было так круто. Направление моей деятельности, это, ну, в основном я специализируюсь на экологии, в том числе экология уходит от науки, или экология уходит в науку. Военно-патриотическая, конечно же, социальные сети, там я продвигаюсь и обучаюсь чему-то новому. Это же самообразование, это самое важное. Вот это все является самообразованием для меня. Вот. Я автор детской образовательной передачи «Сенегас в храни Байкал». Я автор и ведущий ютуб-канала «Красная вилка». Я очень много вкладываю в свой ютуб-канал. Мне очень нравится, люди поддерживают меня. Но когда мне пишут негативные отзывы, мне надо обращать внимание, когда кто-то оскорбляет, ну это вообще не важно. Либо кто-то заветует, либо, ну, надо послушать и пропустить либо маты, либо оскорбления. Это надо не в уши пропустить, а то, что хочет донести, может переосмыслить и как-то, может быть, поменяться. Ну, не ради него, а может подумать, как другим людям обидно, может, что-то, как-то, как-то оскорбили. Сначала надо думать, как это делать. Я учусь сам и просвещаю других людей. Беру интервью у различных интересных, очень умных тоже людей. У меня в гостях Тулоханов, академик Российской академии наук в Бурятии. У меня были люди из Приморья, из Брянска, из Туапсе, это в Краснодарском крае, из Анапы, из Крыму, в Иркутске. Я монтирую все, все видеоролики, и учусь у них. И благодаря этим людям они меня поддерживают, что, ну, так бы, может быть, если бы никто не соглашался, я бы, может быть, не стала этим заниматься. А им огромное спасибо за то, что они помогают мне продвигаться и учиться чему-то новому. Когда я Егора пригласила на гости, он сразу сказал, он говорит, если у вас есть интересные родители с интересными профессиями, передовые какие-то люди, я могу пригласить их в свою передачу. Поэтому есть у нас такие. Вообще, вначале я думала, что сохранение Байкала это только вопрос экологии, но все оказалось намного глобальнее. Это и экономическая, и политическая проблема. Я живу на берегу реки Селинга, это в городе, я живу недалеко. И там очень грязно. Я стараюсь убираться, хочу, чтобы люди там не узнали. Депутат городского совета Бурликов со мной тоже убрался. И он показал, что не только дворники или какие-то там слабые люди могут убираться, но и даже депутаты, которые, казалось, занимаются какими-то бумагами, им вообще никак не до этого дела, тоже могут заниматься с детьми, просвещать молодое поколение. И 20% мировых запасов воды пресной – это Байкал, и 90% российской – это тоже Байкал. На мне и моих земляках за нас огромное ответственность за это великое озеро. И я хочу его сохранить. Теперь я общаюсь со всеми людьми, которые способствуют прогрессу не только нашей республики или страны, но и всего человечества. Я люблю свою передачу и хочу, чтобы она помогла улучшить ситуацию с Байкалом и вообще экологией в целом. Отдельный выпуск про интервью – это в гостях у Егора. Я пускаю туда полное интервью. Даже в Синюгу могут попасть маленькие отрывки. А тут уже самое интересное, самое такое, где можно порассуждать, где долго. Все интересно, все показывается, что этот человек говорит. Хозяин сопки, дедушка, который следит за сопкой во Владивостоке, Георгий Дусинев, он один, потом ходит, говорит, чтобы никто не мусорил. Он вообще хороший человек, добрый душик. Эколог из КВН Чингис Болотов. Он основатель компании и организации «Новая энергия», в которой я был неоднократно на уборках. И они тоже мне помогали. Вот, я взяла его интервью. Всем хочу, чтобы было радостно и было продуктивно, каждая работа. И вот депутат горсовета Улан Удэ Сергей Бурдев, от которого я говорил, тоже. Сотни человек побывали у меня в гостях. И я, сотни человек, интересный и опытный журналист. Как основатель экологического проекта «Нежедневник по уборке берега реки Селенга», я каждый, ну, когда есть свободное время, я стараюсь туда ходить, собираться делать тоже видеоролики. И вот тут бы видео можно было посмотреть, но потом. И у меня сидельная рубрика про ежедневники «Зимогул». Хочу, чтобы планета стала чище. Приглашай нас. Мы тебе помогли. Активно продвигаю мне в этом помогании свой проект на телевидении, в газетах, даже на радио и в интернете. Это очень круто. А у нас все хотят тоже прославиться, но никто ничего для этого не хочет сделать. Вот. Рубрика «Главный герой» моей образовательной передачи. Это самая главная рубрика. Здесь появляются самые очень умные, очень интересные люди, которых я еще... Это Байкальская природоохранная прокуратура. Тоже я вам взяла интервью. Спасибо им огромное. А это Андрей Бородин. Он начальник добровольческого пожарного... Байкальского добровольческого штаба. И он следит за пожарами, чтобы было меньше пожаров. Ну, они природу тоже охраняют. Каждый из всех гостей, конечно, обогатил меня и моих зрителей духовно. Я хочу им сказать огромное спасибо. А что же мне дали все эти мои проекты? Я познакомился с удивительными людьми. Они искренне заинтересовались в моем развитии, помогали мне другим детям стать лучше и разобраться в сложных вопросах. Я побывал по всей стране. Владивосток, Крым, Брянск, Москва, Сочи, Анапа, Туапсе. Мы живем в прекрасной стране. Все гости готовы меня поддержать словом и делом. Я в этом лично убедился. Это мы с буряской командой российского движения школьников убираемся на берегу реки Севенга, когда еще Сергей Николаевич Лизанский, летчик-космонавт, герой России, прилетал. Вот это мы сидим со встречи, на встрече с ним. Русское географическое общество очень древнее, одно из самых древнейших географических обществ мира. Я взял интервью у кандидата географических наук Эдуарда Бабуцеренова. Он секретарь Бурятского отделения на русском географическом общество. Показал мне карту и подарил мне новую географическую. И академик Российской академии наук Арнольд Кириллович Тулохов. Он по делу. Он очень умный. С ним в интервью я очень много узнал. Это было одно из моих первых интервью. Было очень интересно и познавательно. Вот руководство города. Депутат городского совета Сергей Бурдиков и мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков. Когда я приезжал после ВДЦ смены, я свой проект продвигал и пригласил всех на субботник. И вот мэр города Улан-Удэ собрали большой субботник, приехали именно на мою набережную и все там убрались. Остановили заборы, все их обратно обкрасили, чтобы там граффити никаких не было. Убрали листья все опавшие. Там было много. Это находится под сезон. И я как... Ну, это была первая еще наша встреча с мэром города. Я ему сказал, что хотел бы, чтобы здесь была ворковая площадка, чтобы тут было круто, чтобы там какой-нибудь велосипедная дорожка была. И вот уже на следующей нашей встрече я узнал... Ну, я еще до этого узнал, вот там я точно понял, что реализуются проекты по велотраще, по горной местности, чтобы тренироваться, кататься. Вот именно на этой набережной. Если этот проект будет реализован, то... А он уже начинает реализоваться. Было голосование. Когда еще голосовали за главу республики, то там еще было народное голосование бюджета. И, как я понял, что возле школы на площади Советов будет новая парковка. Это были самые голосуемые проекты по всему городу. И это велотрасса. Велотрасса будет строиться на второй очереди. Но все равно это очень круто. Я увидела проект. И если это будет реализовано, то там никто уже не будет мусорить. Все будут кататься, и будет очень весело. Вот, уполномоченник по праву ребенка в республике Бурятия, Наталья Гайкина, следит, чтобы никаких детей не бежали, чтобы все права детей были соблюдены. Я участвовала в конкурсах, и она пришла, ну, вместе со мной, вручила мне диплом. Вот, это было очень круто. И мы потом, давно... Ой, после... Посадили на... Посадили в офель деревьев и сверху, если скаладраконта рассмотреться, они туда вырастут. Будет надпись в виде, ну, 9 мая там победа. Очень интересно. Мы сажали деревья, было очень их много, и там было очень много людей. Очень. Я там со всеми пообщался. Там были дети из... наподобие детского дома, где, ну, детей берут ненадолгое время под опеку, и они пришли тоже, убрались. Вот, было очень круто, что я с ним пообщался. Все эти люди, которые здесь пришли, они готовы помогать природе не за что. Ну, они готовы бескорыстно помогать природе. И вот, восстановление популяции омуля. Мы вот в Кабанском районе, в реку, большую речку, она так называется, выпустили 10 миллионов морков омуля. Конечно, жалко, что не 10 миллионов, конечно, омуля будет, но все равно будет много. И байкальского омуля нельзя ловить. Когда вы едете последний раз к байкальскому омуля? Очень много. Правильный ответ никогда. Спасибо за внимание, и вы, как Владимир Путин, подпишитесь на мой YouTube-канал на разные видео. Не читайте, верьте себя. Всем хорошего проведения в вашей жизни. Завершайте хорошие посылки. Спасибо. Спасибо. Егор, посоветуй, с чего начать? Вот мы просто, мы тоже подписались на ФДШ, но мы не знаем, как дальше быть. С чего ты начинал свое продвижение в ФДШ? Я просто участвовала в разных конкурсах, было очень интересно и я узнал, что в одном надо было зарегистрироваться в этом движении. Ну, я срегистрировался, а потом я начал там смотреть, смотреть, и там разные конкурсы стали появляться. И мы ее начали участвовать в потом. Ты по интересам или везде подавал? Везде можно, я везде подавал. Надо везде себя пробовать. Хорошо, спасибо. Еще вопросы есть? Ты встречал в магазине этого подписчика у нас подписчика? Своих подписчиков? Подписчик. Я знаю. Можно вопрос? А ты много читаешь книги? Скажи, тебе интересно читать книги? Ну, иногда беру в библиотеке. У бабушки тоже есть много интересных книг. Робиндон Круза, Остров Сокрович Вера читала пару стадиков. Может, ты с нами поделишься с твоими будущими планами? Ну, здесь доделал вторую серию Солдатов Победы. Делать, ну, много хочу делать выпусков в Бразилию. У меня очень много гостей, я хочу всех их выпустить, доделать Мы просто подумали, что очень хорошо дружить с школами. Ты 33, ты школа, мы 3-я, тройки. Может быть, мы сделаем какой-нибудь проект между школами? Хотя бы просто какой-нибудь, ну не знаю, можно встретиться, а вы команду свою организуете. В интеллектуальном плане мы не будем соревноваться, потому что понимаем, что 6 класс и 3 класс, но мы любим музыку. Как вы относитесь к этому? Я предлагаю вам, нам, нам, нет, не концерт, музыкальную игру. Держи. Так, дети, кто на первых рядах? Иди сюда. Дима. Дима, иди. Давай, Дима. Иди сюда. Все, подходим, зажигаем. Подходим, зажигаем. Аккуратно. Не бойтесь, не бойтесь. Вы должны... Ой, ё-моё. Следующий. Кончик перекрасить сюда. Нет, я... Дима, дай, дай, дай. Мам, дай. Дай, мам, дай. Причем, а ничего? Отлично, все зажглось у тебя, лошадь. Да. А что за магниты это? Сам делал. На холодильник повесить. Это начало вашего пути. Отправная точка будет. Да, да, сейчас. Даша, возьми, доши, там вот. Точно, такая же. Там доча моя, поэтому Даша. Все. Закройте. 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 Молодец! 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 Ребята поглощают тонны книжек, ватрушек и терабайты информации. Сегодняшние взрослые кое-как справляются. Но именно эти ребята все поменяют. Осталось лишь немного подождать. Субтитры создавал DimaTorzok